здравствуйте с вами выпуск активистских новостей команды активатики и сегодня мы начнем с вами с новостей печальных дело в том что как вы помните в москве стартовала такая вот программа реновации и слава тебе господи собственники жилья в москве смогли вот этой мошеннической программе сопротивляться и они сделали москвичи все возможное для того чтобы их дома в программу реновации не попали а вот к сожалению в татарстане жители были не настолько сильны они не настолько самоорганизовались чтобы отказаться от программы реновации и местные власти татарстана разработали такую мошенническую схему отъема жилья у собственников как это выглядит дом признается аварийным причем на состоянии дома не очень-то смотрят и после этого власти предлагают компенсацию ну где-то примерно там 11 тысяч рублей за квадратный метр таким образом люди за однокомнатную квартиру получают 300 или 350 тысяч рублей ну а за двухкомнатную максимум 450 как вы понимаете на такие деньги купить жилье в это просто нереально и людям приходится делать что они спрашивают у властей что делать а власти им предлагают ипотеку таким образом из собственников жилья они превращаются просто в кредитных рабов и они вынуждены еще там десятки лет выплачивать банку деньги работать побольше для чего для того чтобы опять стать собственниками жилья но уже там через 10-20 лет ну вот в татарском городе для зеленодольск таким образом пытаются расселить почти половину города 300 домов а в другом татарском городе альметьевске 14 мая по улице белоглазого 111 власти принудительно расселяли людей из дома выселяли и пока с одной стороны люди пока с одной стороны подъезда люди пытались проникнуть свой собственный дом и их не пускали с другой стороны дома просто происходило его варварское крушение выбивали окна разрушали рамы и снесли часть крыши то есть из нормального дома дом очень так оперативно превратили в аварийный чтобы потом жители вообще не могли ничего доказать и сказать что дом на самом деле и не аварийный вовсе из восьми квартир в доме половина была против выселения причем я замечу что все люди которые протестовали против выселения они являются собственниками своего жилья и каким-то загадочным образом по суду их квартира вдруг перешли в муниципальное владение и людям даже не дали собрать вещи при выселении выселение лично принимал участие зам мэра артемьевска владислав михайлов и собственники жилья были вынуждены пожаловаться в полицию на действия этого гражданина потому что он применил насилие в отношении к собственникам жилья но опыт татарстана очень важен для всей россии для всех граждан потому что он свидетельствует о том что если вы не защищаете свои права если вы пассивно ждете что власть вам как бы сделает что-то хорошее то вы глубоко ошибаетесь власть у вас просто отнимет квартиру и сделает вас бомжами тем не менее татарстан нельзя обвинить в пассивности это все-таки очень большой регион очень разный и если некоторые города пока что недостаточно активны казань показывает им правильный пример 20 мая в казани прошел очень важный митинг несмотря на то что администрация вот в передверии чемпионата мир по его в россии они не хотят вообще никакой активности тем не менее активистам удалось провести этот митинг в казани и собрать 750 человек что на самом деле немало протестовали против строительства мусоросжигательного завода в казани люди категорически против они приходили на этот митинг целыми семьями с детьми и даже группа байкеров присоединилась видите они все байкеры такие как хирург есть очень достойные люди среди байкеров которые вот против мусоросжигательных заводов борется почему активисты против идеи построить мусоросжигательный завод в казани дело в том что эксперты из всероссийского общества охрана природы вместе с юристами провели анализ доступной документации по проекту мусоросжигательного завода и они пришли к следующим выводам ну во первых территориальная схема мусоросжигательного завода не соответствует законодательству завод относится к объектам повышенной опасности и решение о строительстве должно приниматься по согласованию с гражданами это закреплено и российским законодательством и международными актами но никакого обсуждения с людьми не было и решение власти просто спустили вверх сверху без всякого обсуждения схеме работы завода грубо нарушена иерархия обращения с отходами предполагается что весь мусор без надлежащей сортировки будет сжигаться а вот это недопустимо поскольку в результате сжигания с хлоросодержащих веществ образуются хлоросодержащие стойкие соединения такие как диоксины при этом расчеты скорости образования диоксинов при сжигании непосопоставимы со скоростями при их распаде в природе и это значит что диоксины будут накапливаться что крайне опасно для здоровья граждан вопрос о строительстве мусоросжигательного завода в казани а он на самом деле не шуточный и это касается не только казани наказание это просто что называется обкатывается вот такого рода практика если сейчас казанцы прогнуться если этим активистам которые сейчас вот у переднего края борьбы не удастся сделать так чтобы строили все-таки мусор перерабатывающие нормальные цивилизованные они мусоросжигательные заводом то через некоторое время у нас по всей стране будут лепить вот эти вот опасные мусоросжигательные заводы производящие диоксин ну мусоросжигательные заводы они грозят не только татарстану есть еще и такой отвратительный проект по строительству мусоросжигательных заводов в подмосковье и вот небезызвестный дмитрий трунин депутат и адвокат который защищает очень многих экологических активистов он предложил мос облдуме провести референдум на интересную тему а именно построить вот такой вот пилотный мусоросжигательный завод на рублевке как это дмитрий обосновал очень изящно он сказал так ну коль уж вы считаете дорогие товарищи власти что у нас мусоросжигательные заводы они безопасны что эта технология такая надежная что воздух будет такой хороший после мусоросжигания ну давайте пусть власти покажут пример и построят у себя на рублевке где они там живут мусоросжигательный завод покажет пример какой это на самом деле безопасный в кавычках проект вот удивительное дело но почему-то мос облдума этот референдум завернула отказалась вообще его проводить и тогда дмитрий вместе с активистами в ответ на вот этот вот отказ провел очень интересную и яркую акцию перед это здание мос облдума 17 мая акцию под лозунгом пускай царь и приближенные бояре понюхают чем пахнет подмосковный мусор россия огромная страна и после краха советской идеологии нашей власти они активно пытаются тщетно пытаются придумать какую-то объединяющую идею они делают какие-то национальные праздники запускают какие-то липовые национальные проекты но всех нас по-настоящему объединяют те проблемы которые создают для нас власти мусоросжигательные заводы отъем собственности под видом реновации и бесконечные беззаконные поборы и и и и и и и